Четыре года после трагедии малазийского рейса MH17. Во всем мире вспоминают жертв, чьи жизни оборвала запущенная в пассажирский лайнер российская ракета. Подробнее о траурных мероприятиях и о поиске виновных узнаем от Ирины Ивановой. Их фотографии снова заполонили интернет. Накануне печальной годовщины родственники погибших делятся с миром своим горем. На снимках улыбающиеся лица. Такими пассажиры и экипаж рокового рейса MH17 навсегда останутся в памяти родных. Сегодня родственники жертв и руководство Нидерландов собрались на траурные мероприятия в специальном мемориальном комплексе. Погибших почти минутой молчания. В то самое время, когда сбитый самолет упал в Донецкой области четыре года назад. Среди жертв рейса MH17 196 граждане Нидерландов. На борту вылетевшего из Амстердама, но так и не попавшего в Куала-Лумпур самолета, были представители 17 стран. В августе 2014-го международная следственная группа в составе представителей пяти стран начала выяснять обстоятельства трагедии и искать виновных. Следователи скурпулезно изучали доказательства и анализировали данные из открытых источников. И пришли к выводу. Малайзийский Боинг был сбит установкой БУК, принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Свой промежуточный отчет следователи опубликовали в мае этого года. Конкретных виновников не указали. Однако Нидерланды и Австралия сразу призвали Россию признать свою ответственность за преступление. Накануне четвертой годовщины этот призыв поддержали министры иностранных дел стран Большой Семерки. Мы полностью поддерживаем независимое уголовное расследование, которое ведут Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. И единогласно поддерживаем призыв Австралии и Нидерландов к России отчитаться о своей роли в этом инциденте, сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости для жертв MH17 и их близких. Сотрудничать со следствием Россию призвали в специальные резолюции ООН и на саммите лидеров ЕС в конце июня этого года. Очень рассчитывал на поддержку США в давлении на Россию премьер Нидерландов Марк Рюте. Накануне встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки он выразил надежду, что ответственность за сбитой MH17 станет одной из тем в переговорах. Но этот вопрос не обсуждался. Пока мировое сообщество ограничивается призывами к России сотрудничать со следствием. Накануне годовщины трагедии МИД разных стран опубликовали соответствующие заявления. Бельгийское министерство иностранных дел называет расследование этого преступления своим приоритетом. Москва с выводами комиссии не согласна. Кремль отрицает свою причастность к уничтожению самолета. Как заявили в российском представительстве при ООН, Россия готова предоставить собственные контраргументы. Однако в Нидерландах не намерены ждать добровольного признания Москвой своей вины. Страна уже ведет подготовку к судебному процессу. Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok